Добрый день, дорогие друзья! Мы снимаем наш очередной выпуск подкаста New Way. Сегодня у нас в гостях крутой гость, экспат, можно сказать, Азад Габдулла, выпустим 2017 года по программе математики. Сейчас Азад работает Data Scientist уже много-много лет и сегодня мы поговорим о том, что это вообще такое, какой был его путь, почему он экспат в Казахстане. Азад, спасибо, что пришел. Большой рахмат за приглашение. А можно два дисквеймера? Для меня это важно. Первое, я представляю только свою личную позицию, то есть мои слова никак не коррелируют с компанией, где я работаю. А во-вторых, скорее всего, часть мнений, которые я сейчас озвучу, она может поменяться со временем, потому что сейчас очень быстро развивает событие. Конечно, если на эти да придем, тем будем заходить. Да, отлично, спасибо за дисквеймер. Как раз у нас тоже нам порекомендовали этот дисквеймер использовать. Ассоция выпускников не является частью университета, поэтому наше мнение отдельных выпускников, либо ассоциации выпускников никак с университетом не связано. Итак, Азад, первый вопрос. Я знаю, что ты учился после специалиста математика, потом ты пошел в Data Science, ты работал и в BioInnovations, ты работал в Cast Dream Technologies, сейчас ты работаешь в McKinsey. Почему ты пошел в Data Science и чем ты сейчас занимаешься? Ну, здесь надо чуть-чуть вернуться. Я закончил на Назарбаев университет. Я был, когда заканчивал, была полная уверенность, что я пойду работать в консалтинг. Не понимал, что это такое, но думал, я пойду в консалтинг, потому что в это время это было fancy, работать в McKinsey и так далее. Вот. В этот момент у меня просто что-то переклинило, я решил, нет, я не пойду в консалтинг, потому что я хочу попробовать научиться делать что-то своими руками. И подумал, надо пойти там Software Engineer, Data Scientist, там еще кем-то, не важно. Product Manager, но главное работать руками, а не рекомендовать другим людям, как им вести работу. И на самом деле, вот здесь есть еще Casting Holdings. Дело в том, что вот я поработал там где-то год, и мне важно рассказать, как я туда попал. Дело в том, что в это время вот моя девушка, на данный момент моя жена, жила в Корее, и я хотел найти работу в Корее. Просто сидел и подавал на все возможные вакансии, ну, как и у всех там, не знаю, как и у любого другого человека, там порядка семидесяти, восьмидесяти вакансий я заполнил. Конечно, везде был отказ, по разным причинам. Вот все, в один момент разочаровался, я звонил вам один и говорю, слушай, я не смогу сейчас в Корее приехать, потому что я не хочу туда приехать и сидеть у тебя на шее. Конкретно вот в этот день, когда мы с ней поговорили, мне позвонили из Casting Holdings, и мне сказали, слушай, пойдем работать управленцем рисков, там заниматься риск-менеджментом. Я говорю, мне без разницы, пойдемте. И вот, ну, там, собеседование было такое, что, о, на запах университет, более-менее что-то понимаешь, пойдем. Вот, и я начал так работать, и там работа была в Excel. То есть, надо было где-то базовые модельки, базовые дейты при процессе делать в Excel. Я говорю, блин, ребята, классно, можно я попробую его сделать в AR? Просто, чтобы моя работа была чуть-чуть интереснее, сделать его чуть-чуть более академичным. И они сказали, да, окей, го. Я вот начал это все делать в AR, потому что в универе делал DATNAAR, делал те же модельки, и потом начал в эту тему погружаться, оказывается, там есть большой простор, ну, существование, которое я даже не подозревал. Можно, оказывается, более красиво визуализировать данные, очень можно под разным углом смотреть на данные, делать более интересные, там, статистические модели и так далее. И все, что нам, там, Игорь Мельников преподавал, оказывается, имеет, там, большое прикладное значение. Так я вообще стал риск-менеджером или, там, аналитиком рисков, но в тот же момент все, чем я занимался, оказывается, называют fancy словом data science. И, если, оказывается, ты, там, плашку поменяешь из аналитика рисков data scientist, тебя начинают в два раза больше платить сразу, хотя ты занимаешься примерно тем и самым. Вот, и здесь еще второй момент, сразу, вот, параллельно была волна, вот, моих друзей, которые мы закончили университет, они все стали data scientists, они machine learning инженерами. А я, а я думал, чем ты занимаешься, чем я, ну, которые я не сильно понимаю, там, они, там, стали сразу computer vision engineer, NLP engineer, там, и так далее. Я просто смотрел, чем они занимаются, но потом в один момент я смотрю, мы, в принципе, занимаемся одними и теми же вещами. Они просто занимаются, вот, именно, глубже в технологические, а у меня технологические, ну, именно, сами модельки, они будут попроще, но они более важны с точки зрения применения именно на практике в индустрии, да. И вот так оказалось, что вот, благодаря вот, вот этой ситуации, скорее, и благодаря влиянию своих друзей, я оказался data scientist. Что такое data science? Я знаю, в какой-то момент, вот, у меня тоже, друзья, все пошли в IT, попытались перейти, каждый занимался разными вещами, и было даже мнением, один друг сказал, ой, пойду в data science, потому что это наименее кодерская вещь, наименее такая, самая гуманитарная IT вещь, ну, что это такое, на самом деле? Да, 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 вообще, ну, на самом деле, есть вот эта проблема, то есть, это, наверное, проявление незрелости рынка, что нет четкого определения, что такое data science, по крайней мере, там, на постсоветском пространстве имеет это место. Чаще всего, ну, data science, вот, немножко, вот, просто официальная дефиниция, а потом, как она у нас на рынке, да, официальная дефиниция, это, вот, именно, пересечение трех, именно, сфер. Первое, это, вообще, понимание бизнеса, в который ты работаешь, я не знаю, грубо говоря, если ты работаешь, там, в металлургии, да, или ритейл, то ты должен понимать хорошо ритейл. В тот же момент, второе, это, вот, именно, кодинг, да, чтобы ты умел все, что ты, все какие-то бизнес-гипотезы, которые ты хочешь проверить, и так далее, и так далее, чтобы ты смог их написать в формате кода, и чтобы ты потом мог, там, прогонять, проверять, вообще, там, и третье, это, вот, статистика, да, статистика, вот, основа машин-лёрдинга, ну, основа анализа данных, машинного обучения, и так далее, то есть, у тебя, там, в каждой индустрии накопились какой-то объем данных, ты на основе этих данных проводишь статистический анализ, и проведенный статистический анализ, ты, там, выгоняй, именно, прогоняешь, и, там, не знаю, как, из него создаешь какой-то продукт, это, может быть, дешпорт, или уж какая-то модель, которая будет на бэкэнде, и так далее, и так далее. Какого формата, вообще, задачи, именно, какие, вот, именно, модельки? Чаще всего они либо прогнозные модели, либо это классификационные модели, допустим, грубо говоря, там, надо определить, там, это яблоко, или банан, или вообще не овощ, да, или же, допустим, можно кластерировать, то есть, когда есть, не знаю, группа чего-то, ты не знаешь, что это такое, и тебе нужно, там, провести, определить, вообще, их, там, статистически правильно распределить по группам, да, тоже называется, это называется кластеризация. Вот, и, в принципе, вот, применение вот этих базовых моделек, вот именно, как вот эти решения задач, она в индустрии, прямо сейчас приносит большой импакт. Вот, как у нас происходит на рынке, или, по крайней мере, какой путь мы прошли, вот, те ребята, которые в семнадцатом году закончили, стали одними из первых, именно, дата-сайентистов, наверное, на рынке, которые пришли в индустрию, то есть, грубо говоря, там, в IT-мире, там, в колеса, еще где-то они уже были, а, например, там, в Casting, там, в BI-групп и так далее, мы были, мне кажется, одними из первых. Вот, там, примерно, ситуация следующая, при всем уважении и любви ребятам, они говорили, примерно, ребятам, дата-сайенс классная вещь, мы, вот, были, там, в Испании на конференции, вообще, ребята такое делают, вы же умные, вы же, чем более, продвинутые, сделайте нам что-то классное. И прикольное было в том, что нам дали вот эту свободу, и у кого-то получилось. Многие ребята сказали, о, там, на гугле, мы можем сделать вот это, вот это, а они говорят, да, это именно то, что нам надо. Примерно вот, и поэтому сейчас вот молодые ребята, которые думают, я выйду на рынок и научусь дата-сайенсу, приходят и ищут себе, грубо говоря, вот этого ментора, а на рынке их мало, а наоборот, говорят, о, ты хочешь учить дата-сайенс, гоу к нам, но мы не знаем, чего от тебя ждать, поэтому сам, да, и в итоге большое количество ребят остается в этой ловушке. Вот как-то так. Чем тебя привлекает эта отрасль? Вот ты говорил, я знаю, что ты хотел работать в консалтинге, почему ты все-таки решил дата-сайенс, и вот, понятно, ты хотел бы заниматься чем-то руками, ты сказал уже, да? Ну вот, а что дальше тебя мотивирует оставаться в этой отрасли и развиваться дальше? Да, это очень классный вопрос, на самом деле. Дело в том, что, ну, наверное, какие-то детские гештальты, если честно. Я всю жизнь там в школе был олимпиадника по математике, который там хотел больших результатов добиться, но там по определенным причинам не добился. И, наверное, это сейчас вот, вот этот свой гештальт закрывает технически, чтобы делать все еще вещи, которые близки к тому, чем я в детстве там, в чем я в детстве хотел преуспеть. Наверное, это, наверное, самая такая большая причина. Но параллельно нравится. То есть, иногда у тебя получается принести результат, и ты понимаешь, что только ты можешь такой результат принести. Очень маленькая группа лиц, и ты понимаешь, вау, это круто. То есть, да, ты приносишь действительно unique impact, да? Такую уникальную какую-то вот экспертизу приносишь. Вот это, да, ощущение очень-очень приятное. Давайте задам еще один такой, наверное, глупый вопрос. Вот у меня есть, допустим, пример ритейла. У меня есть выгрузка продаж с кассы, там, 100 магазинов за год. Я их загрузил в Power BI, по штрих-коду, по группе товаров и вытащил дашборд, что бананы растут с индексом 150 к прошлому году, а яблоки 120. Я прохожу к шефу и говорю, надо расширить зону бананов, они хорошо растут. И вот это первый уровень, да? И где переход на data science уровень, где вы, там, более глубокий инсайдерс? Где вот эта грань? Да, на самом деле, это вот, это входная точка. Это тоже, грубо говоря, там, data science, там, один, ноль и один, да? Не знаю, но это правда, да. Вторая, наверное, это уже, когда вы начинаете изучать ансамбли, то есть, я не знаю, bundles, да? Когда вы говорите, а давайте-ка попробуем изучить, как клиенты покупают именно пары продуктов. То есть, грубо говоря, они покупают бананы, если человек покупает бананы, то, скорее всего, он покупает воду. Это, например, мой кейс. Очень часто захожу в магазин, перед пробежкой беру один банан и воду. То есть, и если мы говорим, если вот, есть такая-то пара, вот именно пар продуктов растет, значит, скорее всего, именно в этом магазине, в окружении этого магазина растет количество бегунов. И это значит, для вас именно положительная динамика, что вот, мы должны создавать что-то для бегунов. Дополнительный, да, увеличить ассортимент. Вот, и это вот такое, наверное, второй вариант. И, в принципе, не знаю, тут можно уже разгоняться, я не силен в ритейле, но вот мой пример в том, что можно вот просто изучать, как это работает. Еще есть примеры, когда, я знаю, насколько мне известно, в ритейле очень активно изучают продаваемость товаров, когда они стоят на разных полках. Вот, например, да, и то же самое. Есть вот этот очень популярный кейс, когда там в Штатах давным-давно заметили, что есть очень популярная пара продуктов, которые не очевидны, на первый взгляд. Это подгузники и пиво. Это значит, что вот именно в этом районе большое количество молодых отцов, которые рассядят в своих детей без жены или там, не знаю. Или сами шопятся, да. Или сами шопятся, и они подкупают подгузники, там, ухаживают за своими детьми, а потом возвращаются домой, еще купиваются, смотрят фильмы. Что-то такое. Вот, вот, и можно так даже глубже погружаться. То есть, если человек, который хорошо разбирается в Excel, хочет пойти дальше в Data Science, он должен какой-то базовый курс по статистике взять. С чего означать человеку, который хочет Data Science, который понимает причину-следственной связи? Да, сейчас, да, польется на меня хейт, потому что, ну, мы с ребятами часто спорим на эту тему, но я говорю, чтобы заниматься Data Science, по крайней мере для меня, очень хороший уровень Excel тоже, по идее, оказывается, ну, хватает. Excel, вообще для меня открытие это в год, оказывается, я в нем в жизни не работал, оказывается Excel очень крутая штука, там можно делать практически все. Нужно, в первую очередь, надо владеть каким-то из таких инструментов, это может быть Excel, но я бы рекомендовал Python, просто потому что ваш конечный результат, он будет легче, там, поддерживать его будет в будущем, поэтому легче всего Python, ну, если что, там можно R, Stat и так далее. Можно изучать статистические данные, статистику, там, основы машинного обучения и так далее, но как мне подсказывать практика, сейчас бы вот, когда ты знаешь вот одну из таких моделей вещей, там, Excel или там, Python, лучше бы погрузиться именно в экспертизу в самом бизнесе, допустим, если это ритейл, то глубже погрузиться в ритейл, и когда человек, там, глубже понимает эту сферу, эту индустрию, он начинает диагностировать его проблемы, и он понимает, что вот у нас создались вот такие, вот у нас есть такие-то ключевые проблемы, он диагностирует и вычленяет те проблемы, которые нужно решить, и он смотрит, как можно решить эти проблемы, имея данные, гуглит, и гуглит, и в интернете есть уже миллион ответов о том, как такие проблемы в ритейле решали, используя Data Science, используя Machine Learning или используя, там, еще что-то. Он гуглит, узнает, что есть статики и статистические анализы, мы же, ну, это же несложно на самом деле, можно один день просто почитать статью, ну, не обязательно сильно академическую, просто хотя бы, там, на Medium, да, как там, какой-то опыт был выполнен, и попробовать его реплицировать, а ты уже знаком каким-то из инструментов, Excel, Python или еще что-то, да, и в принципе пробуешь. Ты работал, вот, ты говорю, в Katsinki работал, в BI-группе работал, и ты, как бы, сказал, что там, как практика, надо было более в зачаточном состоянии, то есть, давали работу какую-то, да, сейчас ты работаешь в McKinsey, отличие, наверное, кардинально большое, да, по сложности задач, которые вы решаете, да? Да, ну, да. Расскажи, пожалуйста, вот, я не знаю, вот, что для тебя было самым таким большим открытием, может быть, на каком-то проекте, да, не называя сам проект, по сравнению с тем, что делать до этого? Ну, наверное, если честно, по сути проекта, они похожи везде, мы везде решаем, там, индустриальные задачи, то есть, ну, сразу, наверное, надо говорить, что я такой дата-сайентист какого-то индустриального профиля, я, там, не сотрудник R&D, задачи которой сделать какую-то, там, прогнозную модель, там, на 2% еще, там, качественнее. У меня задача, вот, решать какие-то индустриальные задачи, используя статистику и программирование. И, в принципе, мы везде решаем очень похожие вещи. Например, в BI-группе делали динамическое ценообразование для продажи квартир. Это очень популярная практика, там, да, и консалтинговые компании, и другие компании вообще такие вещи сейчас делают, там, и так далее. Ну, вот, именно ключевое отличие, это, наверное, в зрелости сотрудников именно в сфере data science. Опыта? Да, да, да. Вот, просто я недавно рассказывал, мне недавно один партнер, человек, который уже, там, далеко не hands-on, далеко, там, не кодит, тогда я сделал код-ревью в фирме. Он сказал, слушай, скинь мне свой, я вижу, ты очень занят, скинь мне, пожалуйста, свой код, я пока посмотрю, попробуйте помощь. У меня, он говорит, появился. Я ему скинул, он говорит, ну, и он прям сделал хороший код-ревью. Ну, например, вот это классно. Или второе, они очень хорошо понимают, вот, еще одна вот проблема рынка, незрелости рынка, очень часто менеджер может, там, наобещать много чего. А потом, да, да, клиенту, да, или, там, своему руководителю, да, или акционеру, а потом исполнители говорят, ребята, ваши данные не того качества, или вообще невозможно таких вещей сделать, потому что, там, а, б, ц, д, и. Что отличает, наверное, фирму, вот, менеджеров, которые могут заранее понять, можно ли, там, на основе этих данных, можно ли, там, вот, без глубокого погружения какого-то, да, вот, вот эти задачи решить, вот, именно, прям, сразу, прогиагностировать, у ребят, там, у ребят получается лучше. Вот так, наверное, вот, это, наверное, ключевое отличие. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы в этой индустрии? Я знаю, что есть люди, которые, вот, идут в глубину, есть люди, которые хотят, там, управлять командами, датсайентистов, и в какой-то момент, как ты сказал уже, далеко не хендзон становишься, да, а бывает, наоборот, ты суперэксперт, в каком направлении ты хочешь двигаться, и почему? Да, у меня нет ответа на этот вопрос, я в этом направлении еще думаю. Дело в том, что в би-группе я, когда работал, я там уже работал в должности управленца, я начинал как датсайентист, потом я стал, вот, основал команду с датсайенс, набрал первых ребят, и мы превратились в датсайенс команду, я был его руководителем. Потом я основал департамент данных, то есть в моем управлении там были дата-инженеры, би-аналитики, те, кто отвечает за мастеринг, дата-менеджмент и дата-сайентистов в том числе. Еще были две дополнительные R&D команды, которые мало относятся к данным, но тоже очень интересны. То есть управленческий опыт у меня есть, и опыт исполнительный у меня тоже есть. Прямо сейчас, куда меня судьба занесет, я не знаю, и я сейчас, вот, прямо сейчас моя задача просто быть, ну, научиться как можно лучше работать, и надеюсь, вообще, как-то ответ выйдет. Ну, к сожалению, ответ еще. Давай попробуем поговорить о студенческих временах твоих, да? Я поступал, ты поступал, что нам говорили, инженера – это будущее, инженера нужны, да? До этого говорили, экономисты нужны, потом произошло насыщение рынка, либо, наоборот, инженерное дело не развилось. Все актуально или все еще студенту первого курса думать о карьере, Data Scientist, как ты думаешь, вот, через пару лет он все еще останется таким же востребованным и дефицитным, с точки зрения, там, кадров? Кстати, да, вот, про инженеров – это очень, прям… Обидно. Да, потому что я, когда пришел, все говорили о том, что надо стать инженером, это элита, то есть, еще вот эти слова использовали, да? Назарбаев в университете – это элита, а инженеры – это элита в Назарбаеве. Да, я никогда не хотел. Касательно вот вопроса твоего про Data Science, про будет ли там перенасыщение рынка, или же там будет ли спрос. Я вообще считаю, что… Говорят же, хайп вокруг Data Science, я считаю, что хайп еще не начался. Есть большой хайп в медиа, именно индустриального хайпа мало еще, то есть, большое количество компаний и свою… Весь свой потенциал в сфере работы с данными еще не раскрывают. А вскидку, я не знаю, там, какая доля, но гигантская доля. Поэтому, поэтому, конечно, это сфера… То есть, даже в Европе, например, потенциал не до конца раскрыт? Конечно, конечно, да, конечно, да. Да, далеко не раскрыт, прямо далеко. Поэтому, да, однозначно, дефицит он будет все еще, и ребята, которые там, если хорошо понимают эту индустрию, хорошо умеют работать с данными, они без работы не останутся никогда. Что здесь важно, это, наверное, то, что необязательно сейчас… Вот, ну, сейчас рынок так быстро меняется, что там и специальные специализации меняются, фокусы меняются, да. Я, например, вчера увидел, там, в LinkedIn есть вакансия data scientist, как-то называется, но забыл название, но суть в том, что именно Spotify работает. Твоя задача, вот, именно, заниматься анализом данных только, вот, именно, в индустрии музыки. Это же очень круто, у нас очень много ребят, которые слушают музыку, да. Это очень специфик, да. Да, например. И поэтому, то есть, такие вот ответвления, они будут, и так далее, и так далее. Вот, за одним пытаться ухватить, мне кажется, нет смысла. Лучше бы просто строить гигантский фаундейшн, да. Это очень хорошо понимать математику, очень хорошо уметь писать, очень хорошо уметь читать, вот, синтезировать информацию, там, да, понимать математику, писать код, я не знаю, быть хорошим человеком, да. Вот, выстраивать именно такие, именно, мягкие связи, вообще, очень хорошо общаться с людьми. То есть, добро. То есть, поэтому, да, эти вещи, они, вот, если у тебя вот этот багаж будет, ты не пропадешь, в любом случае, независимо от того, куда будет рынок идти, независимо. Вот, подводя итоги, получается, Data Science, это востребованная профессия, это интересная развивающаяся профессия, я так понимаю, она, ты сказал, это понятно, высокооплачиваемая возможность работать на удаленке, там, это на рынке, работать, войти на рынке, где диктуют свой работник, а не работать. То есть, плюсов много, да. Давай попробуем такую точку отсечения сделать, для кого это не подойдет. Да, да. Да, давай, пару минусов накидаю. Давай, давай. Очень гигантский фейлрейт, то есть, очень большое количество провалов, именно, в твоей работе. Допустим, если ты человек, которому важно постоянно, вот, выигрывать, постоянно быть на коне, Data Science скорее всего не заработает. У тебя такой. Да, я очень часто проваливаюсь, то есть, там, мы, там, очень большое количество наших экспериментов, они не срабатывают, не привносят того результата, который мы ожидаем. Это не работа для, скорее, неусидчивых ребят. Да, однозначно, потому что 90 процентов своего времени, вот это есть популярный тезис, я его очередной раз подтверждаю, что, там, 90 процентов времени ты просто чистишь данные. И надо даже руками, просто в Excel, там, просто аккуратно выпиваешь. Даже вот до этого доходит, потому что индустриальные данные накопились годами, но они не были собраны, да, да, но они не были собраны для того, чтобы их можно было легко анализировать. Поэтому, да, это вот, в этих местах они, это очень скучная работа. В-третьих, это большая, именно, работа, где все еще очень много неопределенности. Грубо говоря, допустим, ты стал software-инженера, стал интерном, там, джуном, мидлом, синьером, тимлидом. Работаешь, работаешь, и ты становишься, там, сетью какой-то компании. Очень понятно, грубо говоря, да. В Data Science тоже есть вот это понимание, но в большом количестве компаний еще вот это, как именно сетка роста, она еще не выстроена. Большое количество компаний говорят, нам сейчас нужен Data Scientist, чтобы решить текущие задачи. Но что мы с ним сделаем, когда он закончил эти две-три задачи, мы не знаем. То есть, у нас, именно в нашей вот этой вертикали, мы не знаем, куда его воткнуть. Вот, и в большинстве компаний есть еще вся эта неопределенность. То есть, где-то есть Data Chief Data Science Office, Data Office, а где-то нет вообще. Да, многих, да. Некоторых, там, допустим, им управляет, там, не знаю, человек, который отвечает, там, за цифровизацию, да. Коммерцию, да. Человек, который отвечает за цифровизацию, но он говорит, я, там, поднимал сервера, поэтому я эту сферу очень хорошо знаю, я буду работать там. А Data Science, ну, крутая фишка, ребята, двигайтесь сами. Типа того. Да, то есть, много таких вот проблем, на самом деле. Еще есть моральный вопрос. То есть, например, некоторые говорят, что в Data Science, там, очень много именно пересечений, там, где нарушаются твои моральные границы. Например, там, популярный кейс, когда сотрудники, если ошибаюсь, Cambridge Analytica, проанализировав данные, там, Facebook, да, помогли Трампу выиграть выборы. Не знаю, для некоторых это такой этический, этическая дилемма, вообще, идти ли в такую сферу, где ты помогаешь, там, людям, взгляды которых ты не разделяешь. Ну, и как еще данные собираются? Легально ли там, честно? Да, да, да. Кстати, да, это еще один вопрос, да. Насколько там легальные данные собираются? Насколько тебе, ну, потом еще есть кейсы, когда ты имеешь доступ к определенным данным, и после которых ты думаешь, вау, я бы лучше этого не хотел знать. Например, что там в общих чертах? В общих чертах, не знаю, когда не надо бывать, ну, бывают такие кейсы, да, бывает. По цене 999 тенге пиво продается лучше. Сейчас я порекомендую, и больше людей начинают пить, да? Да, 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 да. Не надо бывать, просто у людей там доступ к определенным данным, и потом мы с ними разговариваем, слушай, я вообще не хотел бы эти данные знать. Вообще, я бы хотел жить без, не зная об этом. Вот такие кейсы тоже есть. Вот, пойдем теперь в студенческую жизнь назад, смотри, я знаю, что ты учился на математика, я знаю, что ты не был в списке единственных листов, ни разу не был там, да, многие думают, что если у тебя GPA маленький, там, низкий, там, 2 с копейками, то у тебя не будет будущего успеха, да, или ты не сможешь устроить хорошую компанию, да. Как ты думаешь, вот, что тебе помогло не потерять, наверное, какую-то веру в себя, да, или стараться дальше, там, не опустить руки, думать, что вот 2, там, с копейкой мой GPA, там, я не знаю, сколько у тебя там был, и вот я тогда пойду работать в плохой компании на плохую зарплату. Честно, не знаю, но вот, я когда закончил университет, у меня были две проблемы. Первая, я вот, я понял, что мой вот этот гештальт, да, по математике, он все еще открыт, в университете его не закрыл, а второй, у меня были проблемы со здоровьем, начинались первые проблемы со здоровьем, из-за того, что студенческая жизнь, она такая, там, плохая, плохое питание, очень плохой сон, большой объем стресса, и очень хорошее времяпровождение с друзьями, да, да. И я понял, что вот эти две вещи просто надо закрывать. У меня не стояла задача зарабатывать деньги, или не стояла задача преуспеть на рынке. У меня стояла задача просто вот эти две задачи закрыть. Для первого я просто начал учиться на Coursera, просто вот, начинал учиться на Coursera, чтобы чуть-чуть что-то понимать. А второе, здесь я начал бегать. И, как ни странно, вот эти, вот эти, два этих решения мне очень сильно в дальнейшем помогли. Я учил Coursera, я не понимал, зачем мне это надо. То есть у меня не было каких-то там дальнейших планов, что я сейчас стану дата-сайентистом, потом там пойду в McKinsey или там, не знаю, пойду в BI-групп или еще. Вообще не было таких мыслей. Мне надо было закрыть вот это ощущение, что ты тупой. Вот просто я чувствовал себя очень тупым. И еще у меня все-таки есть небольшое вот это ощущение патриотизма, наверное. Я чувствовал небольшой долг. У меня страна каждый год по 20 штук там евро или долларов, не знаю, долларов, кажется, вливала. Да, за 5 лет 100 тысяч долларов. А в итоге я вот таким вот вышел. Вот еще вот это ощущение, оно мне немножко, там где-то 10% от общего давления создавало. И просто начал сидеть учить на Coursera. А потом это все вот как-то так меня все вывело. А как твой мейджор все-таки, как бы, я так понимаю, что все равно твой мейджор математик, курсы, которые ты брал, какой-то foundation поставили тебе, ты его как бы все равно учил же его. Как так получилось, что в итоге ты считаешь, что ты вышел тупым? После баклана. Да, я понимаю, то есть, я думаю, среднестатистически я не тупой человек, я достаточно образованный человек. Ощущение, что ты не воспользовался этой возможностью и ощущение, что есть ребята, ребята, которые со мной на курсе учились, сразу поехали в Кауст, а там еще Адилька там поехал в Оксфорд, там, да, еще куда-то. А ты остался в Казахстане и не воспользовался этой возможностью, и ты там не изучил там даже половину всего этого контента, который тебе организация, образовательный учреждений, ну, универ предложил. Вот это создавало ощущение, что ты там тупой, да. Вот это, как-то так. Ты занимался дебатами профессионально, да? Как бы вот многие говорят, что дебаты это, как бы, хороший, как бы, стартинг-поинт для того, чтобы развить свои навыки, критическое мышление, аргументацию, там, и ты говоришь, что хочешь в консалтинг пойти, да? В итоге, чем тебе помогли дебаты на твоей работе, когда ты был уже data scientist, более техническим человеком? Дебаты, наверное, в первую очередь мне помогли в жизни, то есть, там, оттуда я получил очень много друзей. Вот моя жена, мы с ней познакомились на дебаты. Вот эта часть, которая мне, вот именно социальная, она мне помогла намного больше. Потому что комьюнити хороший, да? Очень хороший комьюнити, да. С точки зрения технических навыков и так далее, да, критическое мышление она мне развила. Понятное дело, его можно там где-то в других местах, да, изучить критическое мышление, это же там не уникальный, там, да, asset дебатов. Ты его можешь где-то там на PSIR, на SHSS изучить и так далее. Просто мне, чуваку из математики, наверное, это было единственное место, где я бы мог прийти, как досуг, просто провести время и чему-то научиться. Вот именно с этой точки зрения было очень полезно. Говорить, говорить очень помогает, потому что, ну, я олимпиадник, еще раз, пять лет, в маленькой котельской коморке просто сидел. В Кокшитах-Котеле мы этот кабинет называли еще бомжатник. В лаборатории называли. Да-да-да, потому что она находилась вот в уборной, вот, да, и вот здесь маленькая коморка, и в этой коморке где-то пять-шесть человек мы учились, дальше компьютерный клуб. А компьютерный класс, это действительно компьютерный клуб, потому что пацаны играли контру. Да-да-да. Здесь в уборной, и вот здесь там пять-шесть математиков пытались кем-то стать. Вот, как это, да. У вас не было мамы РВА, да, своего, который в соседнем КТЛе творил чудеса. Расскажи, пожалуйста, вот давайте попробуем вот так собрать все в кучу. Смотри, если бы ты сейчас пришел бы на первый курс, теоретически, и знал бы, что ты пойдешь на то-санец заниматься бы, на что бы ты больше упор сейчас сделал? В те годы еще, да. Я тогда, вот именно, когда я пришел, я бы знал бы вот этот опыт, который есть сейчас у меня, да? Я бы просто учился жадно. Вот все, что есть в университетской библиотеке, все курсы, которые есть, я бы максимально жадно изучил. Не для GPA, а просто вот получить как можно больше вот этого академического, что припрятано в университете. Потому что они потом создают, они очень сильно влияют на твою траекторию. И вполне возможно, я не знаю о существовании большого количества интересных траекторий жизни, на пути, которые я мог стать, на рельсе которых я мог стать. Просто потому, что в университете я, возможно, не прочитал какую-то интересную книжку или не пошел на курс какого-то профессора. Поэтому, конечно, я бы попытался с этой точки зрения использовать его по максимуму. Это первое, наверное, основное. Но то, как я выстроил отношения со своими друзьями, или то, как я выстроил свой досуг, я бы ни за что не хотел бы менять, потому что мне очень понравилось. Я знаю, ты сказал, что проблема университета – это стресс, это недосып, слишком активная ночная жизнь, наверное. Я понимаю, что во взрослой жизни стресса больше. Причин отсутствия сна тоже больше, по идее. И активную жизнь тоже никто не отменял. Изменилось, получается, твое восприятие к этому всему. Да, да. Расскажи, пожалуйста, как ты борешься со стрессом, как ты заставляешься спать, когда у тебя все работы много и стресса много? Наверное, ключевое отличие, почему во взрослой жизни у меня есть… Чуть лучше справляюсь со стрессом, чем в университете, потому что здесь я себя чувствую чуть более защищенно, потому что у меня деньги есть. Потому что я зарабатываю деньги, а в университете у тебя весь этот объем стресса, а у тебя еще и денег нет. И у тебя нет решения, и ты думаешь, вау, все, это крайняя точка в твоей жизни. Ну, конечно, так не думаю, но просто поэтому проблема кажется более драматичной, более серьезной и так далее. Ну, как я справляюсь? Во-первых, в принципе, достаточно человек на чиле такой. Не паришься? Достаточно не парюсь, ну, по крайней мере, по сравнению с моим окружением. Бегаю, очень хорошо помогает, просто бегаю. Иногда я, там, одеваю куртку. У меня есть кейсы, когда я очень сильно, там, первые, там, большие, там, сложности на работе получил. Там был проект серьезный, я не справлялся, и мне надо было собраться. Я не мог собраться с мыслями, и это была зима. Взял куртку, ну, оделся, да, и побежал. И бегал, пока я эмоционально просто не опустошился. В итоге получилось 20 километров, зимой пробежал. Просто, вот, да, это не было, там, какой-то официальной установки. Не хотел, там, это не было для меня тренировочное. Просто пробежал, пока я не успокоюсь. И очень сильно помогает. До сих пор помогает. Вот что такое, вот спорт, да. Деньги? Деньги, спорт. И чил. Да, 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 да. Ну, еще близкие люди, вообще, на самом деле. Мне очень нравится, что я могу поговорить, там, со своей женой. Мне очень нравится, что я со своей мамой могу сейчас поговорить. Ну, то есть, когда ты маленький, все равно, кажется, есть вот эта небольшая, там, недооценка со стороны твоих родителей. А сейчас они видят, что у него что-то, ну, у их сына что-то получается. Он же семью создал, работа. Семью создал, да. По крайней мере, там, да, там, не спился и в тюрьму не сел, да, и денег не бросит, да. И разговоры стали с ними более такие серьезные. И мне нравится, и надо просто позвонить маме, и мы с ней разговариваем. Я такой, думаю, вау, а вот этого не было у меня в детстве. То есть, и сейчас это очень интересно. Это очень помогает. Кстати, вот именно в борьбе со стрессом, вот когда вот либо побегал, либо поговорил, там, с женой, с мамой, или, да, или потратил деньги на что-то, да, все, хорошо. Легче становится, да. Смотри, я знаю, что ты, как бы, старше своих ровесников на курсе, да, там, тебе в этом году уже там юбилей, да, то есть ты учился где-то год до университета, да, это было, наверное, ну, нелегко, ты уже начал учиться, ты прошел четверть пути, наверняка ты там учился неплохо, наверняка у тебя GPA больше, чем в Нью в итоге, да, как ты все-таки решился поступать на фаундейшн после того, как ты уже год отучился в обычном выезде, да, в другом? Да, здесь тоже нет ничего там сверхъестественного, для меня это не было вызовом, сложностью и так далее, я там учился на плату. А, окей. У меня семья не самая богатая, я сказал, ну, понял, мне нужно искать места, где я буду учиться так, чтобы от этого не было финансовых сложностей моим родителям. Так получилось, что я после одиннадцатого класса, когда заключил универ, я не поступил во все вузы, куда я хотел, прям вот во все. Включая Нью, да? Да, я даже Нью не поступил, а я тогда, Нью для меня был не авторитет тогда, я только подумал, да, что за вуз вообще? Ага, я хочу поступить там в Пекинг School of Science или там, не знаю, ну, другие вузы были для меня в приоритете. В Пекинг, кстати, я поступил, но туда не было денег, там, там дорого, да, да, да. В Казахстане, я думаю, пойду в издул, в издул я не поступил. На гранты же не поступил. Да, 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 потом сказали, ладно, и я сказал, все, я тогда не буду учиться. Папа сказал, нет, я тебе покажу не учиться. Он сказал, ты пойдешь в один, в один любой вуз, самый дешевый, который есть в Астане, и просто, не, мы и так переехали в Астане, в принципе, да, так получилось. И будешь там, да, главное, чтобы у тебя, твой мозг там не стагнировал. Я пошел в Агротехнический университет имени Зевулина на правом берегу. С основной тестовкой. Да, я вообще очень классно там провел время, очень классные ребята. Вот именно группа, с которой мы учились, я до сих пор с ними там на связи. Преподаватели, как ни странно, очень крутые были. Там есть Гриб Елена Александровна, она математика преподает. Все ее боятся, я думаю, она, на самом деле, очень справедливый учитель. Ну, то есть, вот я понял, вот это, знаешь, классическое представление советского образования, оно держится вот на таких учителях, я с ними познакомился, мне очень это понравилось. Но я ушел, потому что я не хотел, чтобы мои родители дальше платили деньги. И все, то есть, и Назарбавов в университет был для этого идеальной опцией, она более там имиджевая, более интересная, да, а еще и бесплатная. Еще и Лево-Берег. Еще и Лево-Берег, да, 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 еще и Лево-Берег, да. Там еще и общежитие было бесплатное, я такой, вау, это вообще ком. Как ты думаешь, вот, что можно было бы в Нью поменять? Либо нам, выпускникам, либо сейчас уже, вот, или в те годы, да, чтобы твое обучение, твой опыт, учеба в университете был еще более полезным, более запоминающимся, таким, знаешь, продуктивным. Мне не хватило старшего брата, который мне бы сказал, слушай... Не тупи. Не тупи, не, наверное, более строго бы сказал, все, вот сейчас ты берешь себя в руки и учишь, независимо от того, нравится тебе ты или нет. Так получилось, что я попал в эту ловушку, когда ты олимпиадник по математике, ты очень хорошо понимаешь математику, в принципе, и такой думаешь, вау, я сейчас приду в университет, и погружусь в этот интересный мир математики, а университет начинает все с нуля, и ты делаешь, там, калкулос, и твоя задача 40 раз, там, одну формулу использовать, да, на, в одном проблем щите, я такой думаю, вау, это очень скучно, это очень бесполезно, она меня не делает умнее. А потом, а когда ты вот это здесь снорова потерял, вот эти 40 проблем щитов, по каждому чаптеру не закрыл, и у тебя уже накапливается, ну, не знаю, вот такой академический долг перед собой, это как, как не натренированность, да, и когда это вот, вот в этот интро не прошел, когда ты идешь на мидл, тебе становится там сложнее, потом еще сложнее, и вот мне на старте не хватило человека, который бы сказал, слушай, это все начало, со временем разгонитесь, и будет очень интересно, потому что курсы, которые мы брали на третьем, на в конце второго, четвертых курсов, были очень интересны, вот реально очень интересно, но я понимал, мне где-то уже не хватает знаний. Такое, там, да, допустим, там, не знаю, ты решаешь задачу там дифференциального уравнения, да, и ты понимаешь, что тебе надо это там делать, грубо говоря, Laplace transform, да, или что-то такое, да, и ты такой думаешь, да, сейчас сделаю, а ты не помнишь, ну, не знаю, у тебя там проблемы с интегралами, грубо говоря. Ты ее знаешь, ну, в теории, но рука не набита, да? Да, рука не набита, то есть, понятное дело, ты умеешь там брать интегралы, но, допустим, там, на определенной специфичной функции, да, да, ты не помнишь формулу, она у тебя в лед не идет. Я не знаю, очень хотелось бы, чтобы университет вот в таком автономном состоянии просто продолжал дальше быть, и чтобы профессора, студенты эволюционировали, строили этот университет именно таким, каким они хотят его видеть в дальнейшем. Просто есть большая проблема, да, в истории независимости нашей страны там были, КБТУ, насколько мне известно, начинали очень круто, а потом вот начались вот эти какие-то вмешательства, и университет немножко остановился в развитии, то есть, не знаю, хотелось бы просто, чтобы университет оставили в покое, чтобы он дальше, я не знаю, там, сейчас, как у меня ситуация там с финансированием и так далее, но хотелось бы, чтобы вот этот университет он дальше оставался. Я разговариваю с ребятами сейчас, там, иногда там пишут, ребят, можно там посоветоваться, еще что-то. Я понимаю, что я у них учусь, они... Они более прошарены еще и раньше, да, 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 я понимаю, что ребята сейчас более интересные, они более подкованы, они более лучше видят свою будущую траекторию. Я даже помню, один парень, он подошел на фаундейшн, он говорит, я вот хочу в Биг-3, поэтому я сейчас начал приходить на дебаты, потому что это мне поможет в подготовке кейса, которые я начинал на втором курсе. А я его не понял еще, что такое Биг-3. На втором курсе я пил. Да, 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 вот что-то такое, да. Ну и давай напоследок назад, мы всегда просим ребят дать совет какой-то, да, выпускникам или студентам последних курсов, которые сейчас ищут себя в этом мире, да, чтобы ты им посоветовал, чтобы вот особенно сейчас вообще неопределенный мир, не знаешь, что происходит, ты проснулся в другой стране, да, может быть, да, там. Да, да. Как сохранять фокус, веру в себя, вот что бы ты посоветовал? Ну давай я вот что сам для себя вот пытаюсь, то есть я не пытаюсь... Ты тоже уехал резко из России, ты прям, началась война, ты уехал, как бы тоже уровень неопределенного зашкаливает наверняка, да? Да, 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 ну то есть, да, что я для себя советую, ну вообще стараюсь, это первое, поддерживать свое ментальное здоровье, вот прям следить за ним, вот. Не важно на ком ты курсе, не важно сколько тебе лет, и там ты можешь быть 50-летним человеком или там 18-летним, не важно, мне кажется, за этим надо следить. Вот лучше изучать себя, понимать, что тебя триггерит, что тебя успокаивает и так далее, то есть, вот это, наверное, большой фокус, очень важный фокус, на который люди еще не обращают достаточно внимания. Я бы, наверное, порекомендовал людям обратить свое внимание сюда. Второе, заниматься спортом. Это вот очень важно. К сожалению, например, в школе, да, до КТЛа, наш учитель физкультуры, это был человек, который там со старшеками пиво пил, а нам мяч давал и там, да, просил футбол играть. А на самом деле, это же, то есть, это целая наука, как правильно делать зарядку, как правильно там разогреваться, как правильно делать растяжку, с какими видами спорта лучше заниматься, там, исходя из того, какое будущее ты себе хочешь и так далее. Как полюбить регулярный спорт. Полюбить спорт, да, да, вообще, как его ценить и так далее. Это тоже, вот, наверное, второе, вот, наверное, на чем бы я бы фокусировал, да, людей. Третье, это просто выстраивать связи. There is no goal to capitalize, да, то есть просто достаточно просто иметь знакомых, с которыми можно очень весело провести время. Это очень важно, да. Порекомендовал бы людям просто найти своих людей, да, с кем они будут выстраивать там свое дальнейшее будущее или настоящее. И последнее, наверное, это то, что пытаться становиться лучше в своем ремесле. Когда ты студент, твое ремесло это образование, правильно? Когда ты работаешь, твоя работа. Или, допустим, люди там работают, но это их не основное ремесло. Обычно там их ремесло начинается после шести вечера. Они возвращаются домой и там делают то, что им более интересно, да. Допустим, я знаю там кейс, когда ребята там в биогруппе у нас работают, дома возвращаются и дома музыку пишут, да. И вот это их ремесло. Было бы круто, ну и, конечно, важно вот это сфокусироваться в дальнейшем. В принципе, ничего такого естественного, сверхъестественного, самые обычные вещи, наверное, мне кажется, это то, что очень помогает. Спасибо тебе большое, Азат. Приятного побеседовать. Желаете успехов в твоем ремесле, в твоих будущих начинаниях. Будем рады видеть тебя еще. Да, Рахмят. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok